МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта трагедия началась 14 лет назад и до сих пор тревожит Украину. История журналиста, которого убили. Убийцы найдены, но имя заказчика преступления страна ждет до сих пор. Услышать его реальный шанс появился сегодня. Услышать и очиститься всем. Всем, кто знал, но молчал. Всем, кто совершал преступление. И всем, кто его не раскрывал. Ведь без раскрытия этого убийства бессмысленно надеяться на раскрытие преступлений против Майдана и многочисленных других злодеяний власти. Почему? Смотрите прямо сейчас. Почему осужденный за убийство Гангадзе генерал Пукач свидетельствует на Кучму и Литвина? Но Кучму и Литвина даже не вызывают в суд. Я 10 лет был в шкуре президента. Как убирали свидетелей в деле Гангадзе? Как предятие разложения. И кто верховодит в тайном штабе по спасению вероятного заказчика? Семейный штаб в оглове с Виктором Пинчуком. Кто платит за работу зарубежных адвокатов для потенциального подсудимого? Это Кучми миллиарды, которые были складаны. Сколько миллиардов украденных у украинского народа ушло на нераскрытие злодеяний Орлов Кравченко? И какое вознаграждение получили Ющенко и Янукович, чтобы сохранить Кучме свободу, а его зятю капиталы? Латвина. Прокурорский допрос. Ты меня как на допросе сбоку подсвечил. Что до сих пор скрывают от журналистов Пескун и Потебенько? За что? За то, что я все забываю. И о чем уже не боится говорить Ренат Кузьмин? Скандальные заявления. На колоссальная сумма взятки. Один миллиард долларов. Самые осведомленные свидетели и участники дела Гангадзе. В украинских сенсациях раскрывают секреты. Смотрите прямо сейчас. Это самый охраняемый объект в Киеве. Режим строжайшей секретности. Круглосуточное видеонаблюдение. Ни малейшего шанса на побег. Изолятор службы безопасности Украины. Уже пятый год здесь содержат Алексея Пукача. Пукач вряд ли решится бежать. Ведь только под круглосуточной охраной спецподразделения Альфа генерал может чувствовать себя в безопасности. Именно Пукач с подчиненными в тот поздний вечер похищает Гангадзе. На служебном автомобиле МВД он заезжает в село, где живет тесть. Берет заранее припасенную веревку и канистру с бензином. Дальше, опасаясь засветки, милиционеры меняют оперативные номера прикрытия. И в ту же ночь в лесу жестоко расправляются с журналистом. Его опера-подельники надолго садятся в 2008-м. Самого Пукача осуждают в 2013-м. На приговор подают сразу три апелляции. Ведь точку в деле, пусть и 15-летним, ставить откровенно рано. Кто заказал спецам из секретного подразделения МВД убийство Гангадзе? Это заявление на суде в 2013-м было как взрыв ядерной бомбы. Убийца прямо указывает на причастность экс-президента и главы его администрации Литвина к жестокой расправе, изменившей судьбу Украины. Пять лет он открыто заявляет следствию, а возможно, самым важным в истории Гангадзе. Но следствие не хочет слышать Пукача. Первоначально в приговоре нет даже пункта о том, что убийство заказное. И более того, генералу угрожают расправой и требуют изменить показания. Мне погрожено с первых по сегодняшний день. В зал суду запускали посторонних осіб, запускали свідки, запускали прокурорів, запускали слідчих, которые в шесть, всі три года в залі суду. Для вас, честно, суд закрыт, а в зал суду запускали посторонних, которые тисли и угрожали. И угрожали убийство моих детей, моей семьи. То есть эти люди, генеральная прокуратура и СБУ. Судья Мельник, заміж того, чтобы ему надавати справи, запускав примусово до него людей, с генеральной прокуратурой, в лампасах генералю, невідомих ему людей, які ему погрожували, погрожували життям його дітей. Аби він прибрав в своих показах кучу мою лицену. Журналист Алексей Подольский, пострадавший от рук Пукача и один из тех, кто подал апелляцию на приговор Пукачу. Тот приговор, который должен выгородить Кучму и Литвина из этого дела. Он уверен, суд крайне мотивирован на то, чтобы поскорее закончить дело и списать Пукача в колонию. Там разговорившегося носителя тайн почти наверняка ждет самоубийство. Странные смерти генералов Кравченко и ФРЭ лучшие тому подтверждения. Его представили, як слепе-слепе орудие. Він, по сути, виконав роль орудия, ему сказали начальники, сказали святые своей воли. Він пішов на це. А воні тут кажуть, що ну тут ну при чому. Тайны Пукача опасны для слишком многих. И речь не только о Кучме и Литвине. Поэтому рассмотрение исков в апелляции на днях закрыли от телекамер. Тест на правду, который предложил генерал, судебная и правоохранительная системы с треском проваливают. Так кого и почему выгораживают следствие и суд? Что пытаются скрыть от народа? Какие подробности дело Гангадзе хотят навечно похоронить в этом храме Фемиды? Не пропустите главных разоблачений. Субтитры создавал DimaTorzok